Друзья, всем привет! Здравствуй, Ижевск! Протер немножко камеру. В общем, как слышно, друзья, как слышно прием. Напишите, пожалуйста, в комментариях, из какого города смотрите. Я сегодня был в Ижевске, очень много впечатлений. Очень прям вообще. Город, блин, такой серый, но люди такие прикольные. Ну, раскачка, я раскачиваюсь, раскачиваюсь. Ну, вот сейчас был в кино. А на Нибе, кстати, пока летел, вообще шикардос. Просто классно сегодня. Кто сегодня был на мероприятии? Кто сегодня был? Так, все нормы, Ижевск с конференцией, хорошо. Прекрасно слышно, хорошо, отлично. Так, вы пишете сферу деятельности, а я вам пишу, как ее можно пропиарить. Смотрите, несколько объявлений. Дороги у вас, ну, мне как бы не зашли, но хорошо, что я тут не вожу. А водители говорят, да, в принципе, нормальные. Были, типа, хуже. А я тут сегодня был в музее Калашникова. Он там вообще говорил, что, короче, не он, не Победа его возил, а он Победу возил. Потому что это вообще, короче, ну, тогда вообще был, типа, ужас. Кстати, сегодня пострелял... Сегодня я стрелял не из Калашникова, сегодня я стрелял из двух пистолетов. Блин, забыл уже, как называется. Два самых популярных Макаров и какой-то еще. Очень классно пострелял. У меня тут даже эти мишени-то есть с собой. У меня каждый, знаете, я смотрю, как вообще здесь могли родиться такие супер бизнесы. Вот, пострелял. Я в каждом втором лице вижу Аяза. Это с... В каждом втором человеке смотрю, блин, похож на Аяза точно. Это тоже... Тут тоже что-то от Аяза есть. Тут же Аяз Шабудинов, правильно, отсюда? Так, кто у нас с нами сейчас? Пожалуйста, представьтесь. Кто сейчас в эфире со мной? Ку-ку. Вы в эфире. Здравствуйте. Общаться будем? Девушка пошла одеваться. О, ну окей, бывает. Если заходить в представительный эфир, вообще без проблем, не вопрос. Мне прислали идеи, которые мне вы отписывали в чат. Но... Это самое... У меня айпада под рукой нет, я не могу в него зайти. Поэтому будет классно, если вы сюда напишите ваши идеи, и я про них расскажу. Вот. Только что был в Ижевском кинотеатре. Смотрел фильм «Ржев». Я сам же из-под Твери. Вот. Ну, в Ржеве там практически про две деревни. Сфера британских премиум десертов. Что скажете? Они... Где у вас продаются? В Ижевске тоже? Давайте отметимся, друзья. Кто с конференции? Напишите, пожалуйста. Здесь я вижу один человек с конференции. Кто у нас еще? Откуда? Смотрите. Пожалуйста, за выступление. Такой прикол был. Я вышел. Главное. И такая, короче, девушка подходит знакомая к третейтеру и говорит, ну что, что? Это что? Это что? Палево, типа, палево было. Постановка. Она говорит, да, мне заплатили. Но я ее видел реально первый раз. Я почитал книжку Рэй Далио. Рэй Далио. Принципы. Вот такая книжка. Мне советовал ее как раз чувак с презентацией, Сергей Электорович, который пожарной техникой занимается. Он говорит, вообще вот, написал, что это крутая книжка. Я ее не сразу накупил. Вот такая книжка крутого инвестора. Начал ее читать. И он говорит, я выступал на конференциях. И один раз пригласил стриптизера, чтобы она выступила. А он потом, типа, то ли долго жалел об этом, то ли сожалел, то ли откуда-то выгнали после этого. Я говорю, а, пофигу. Надо попробовать, чтобы стриптизерша еще на конференции выступала. Тебе дал здание помощнице, чтобы она организовала пресс-стриптизерши. Слава богу, что она досидела хотя бы. Потому что она должна была выйти в три, а вышла в четыре, короче. Вот. Стриптизерша, да, я платил. Ну, с удовольствием. С удовольствием. Даже сверху я ей бонусом книгу дал. А в идущей это для меня сюрприз было. Видите, когда ты искренне хочешь что-то такое зажечь, зажигается сразу в два раза больше. Поэтому вот ведущий, Айдар, по-моему, да, если не ошибаюсь, я вообще не ожидал, что он разденется. Я вообще хотел книги продать с аукциона. Аукцион устроить для фонда хороших новостей. У меня еще даже, кстати, одна лежит вот здесь, в отеле. Повезу ее завтра на форум Синергию. Но если вдруг кто-то здесь отожжет в комментах или купит для фонда хороших новостей, то будет классно. То я готов оставить. Только для Ижевска. Кто купит книгу только на лабиринте в печатном виде и пришлет чек в Директ, тот получит доступ к закрытому Телеграм-каналу, где я сегодня аж две идеи опубликовал про как раз-таки Ижевск и про вашего любимого Калашникова, нашего любимого Михаила Тимофеевича Калашникова. Так, друзья, пишем сферу бизнеса. Какая у вас сфера бизнеса? Я вас... Хочешь сказать про коучу? Нет, я не про коучу вас. Я просто вам подкину идею для пиара всего этого дела. Почему акции «Некогда я купила»? Потому что Новый год настает. Очень рано, очень рано. Вот так настает Новый год. Так. О, давайте я вас в хайп-марафон подключу. С Вым и Дружим. С Антоном Вым и Дружим. Пишите вашу сферу бизнеса и будем коучить. Блин, какой коучить? Рассказывать, как пропиарить. Да, десерты в Ижевске, да, да. Так, десерты в Ижевске. Ну, смотрите, в одном городе в американском там чувак продавал, это, короче, долгая история. В общем, испеките самый большой десерт. Испеките самый большой десерт. И тогда будет очень мощно. У меня продакшн-видео в Москве. Я пишу крайний раз. А, продакшн-видео. Смотрите, идея для видео. Очень-очень простая идея для видео. Так, прям очень простая идея для видеостудии. Я недавно ее публиковал в канале. Сейчас надо вспомнить. Что же это за видеоидея такая? Во-первых, продакшн-видео раньше, вернее, недавно сделали НЛО. Как бы нарисовали, подрисовали НЛО в Нижнем Новгороде. Чувак у него в видеостудии, он как бы забацал, что это. Вот я как бы НЛО летал над Нижнем Новгородом. Его все отрепостили. Блин, в Уфе, говорю, в Ижевске тоже недавно была какая-то уфологическая история. Поэтому тут будете повторяться. Сейчас, видеостудия. Блин, вот недавно я прям это... Что-то я прям такое это... Так. Видеостудия. Видеостудия. Блин, видеостудия. Ху. Видеостудия. Какая-то была идея у меня с видеостудией. Ладно, вспомню, напишу. Недвижимость. Нужно пустить слух, что как будто бы в доме живет звезда. Идея для строительства, консервативная сфера. Ну и что? Вот недавно я такую идею видел. Я ее тоже в канал репостил. Из книги Александра Молчанова. Драйвер и рост называется. А идея в чем? Что бетон стали продавать молодоженам. То есть бетон продавали консервативно всем, кому надо. Но тут вдруг стали продавать молодоженам. Почему? Потому что это традиция заложения нового дома. Вот вам для консервативных идей. Студия танца. Исполнить самый большой танец. Самый многочисленный танец. Например, среди пенсионеров, среди детей или на льду танец. Сегодня я пока пересекал площадь центральную. Но я там чуть на катке не охренел. Вот от отеля, где конференция была. Идешь вот такая длинная площадь в сторону торгового центра. В сторону реставра на каре. Кстати, прикольные стейки. Мне понравился. Вот там каток. Поэтому танц на льду без коньков. Рекорд. Самые массовые танцы без коньков на этом. СММ-студия. СММ-студия. Блин, заусенец. Хочется его отгрызть. Блин, не отгрызается. Что-то. Так. СММ-студия. Опиарьте ритуальную фирму. Пиздата. Вот возьмите какую-то фирму ритуальных услуг и прям ее застабачите прям по-черному. Причем у нее можете не спрашивать. Разрешение. А потом сделаете из этого кейс. Дальше на T-Joggle. Дальше на MSRU. Дальше они как-нибудь там разгневаются. Вы от них убежите. Будет очень прикольно. За референс возьмите Яндекс. Яндекс. Похороны или Яндекс. Гробы. Чернушная такая штука была. Но достаточно весело получилось. Так. Едем дальше. Макс, привет. Как твой мастер-класс прошел сегодня? Так. А, вот как раз Александр. Я про тебя и рассказываю. НЛО. Мэн. Так. Гуа. Гусейнов Кэпитал. Рустам, привет. Спасибо большое. Я тоже в этом направлено думал. Именно на площадь нашей. Вот, вот. Отлично, да. Так. Мэдбай Малова. Так. Что я еще видел? Так. Я еще ведь какой-то видел там. Анфиса, ты не помнишь там... Не, кстати, не замерз нормально. Какие еще сферы были? Потому что я эту штуку видел, но у меня айпада с собой нет. Я эту никак не могу посмотреть. Так. В Москве даже показалось, что похолоднее. Но у вас в это время вообще 30-ти градусные морозы. Таксист мне рассказывал, что они смотрели, чтобы 30 градусов было. В школу они не шли, шли же все в хоккей играть. Так. Что ты с видеостудией, блин? Я хотел прям... То ли дрон где-то должен полетать. Ну, сейчас я вспомню, напишу. Кстати, друзья, у меня канал в Телеграме называется так же, как и... Это самое... Как и Инстаграм. Тоже туда заходите. Там как раз идея, как хайпануть в... Не там самым... В регионе. Калашников Спорт. Серия любительских стартов. Калашников Спорт. А вам бренд прям разрешили так использовать? Калашников Спорт. Это прям круто. Вам повезло. Так. Калашников Спорт. Серия любительских стартов. Угу. Калашников Спорт. Ну, пусть пробежит человек в маске Михаила... Михаила Помогите Сочи, что он уже сегодня говорил. В общем, Михаила Калашникова. Так. Старый стал. Не помню. Ни хрена. Это братья. Так. Так, так, так. Ну как, стриптиз я зашел. Повторите еще такую штуку. Как думаете? Так. Что у нас еще? Сетевой бизнес. Сетевой бизнес. Сетевой бизнес. Сетевой бизнес. Станьте самым известным СММщиком, сетевиком. Сделайте ассоциацию сетевиков. Станьте ее президентом сетевой организации. Так что там с видеопродакшеном? Блин, вот вы привязались с видеопродакшеном. Надо подумать с видеопродакшеном. Видеопродакшен. Это что значит? Мультики вы делаете? Ролики в мультике? А, вот чего, нагуглите, как его, джинсы Дизель пиарились через порно-ролик и делайте то же самое. Если вы умеете рисовать мультики, то берете любой порнофильм и накладываете на него мультяшные штуки. И будет очень вообще весело. Посмотрите, как раз в открытом телеграм-канале, посмотрите, как там Дизель это все сделал. То есть там музычка веселая, они джинсы рекламировали и вообще прям бомба получилась. Будет второй хит, посвящение операторской, биатлон, биатлон, биатлон. Слушайте, ну биатлон лучше, знаете, вот рано утром, когда машина не едет, проехаться по перекрестку. Прямо буквально по перекрестке по центральной улице, будет весело. Просто брендированных корпоративных пряничных наборов. Так, пряники. Поедание пряников на время. То есть, кто больше пряников съест за пять минут? Ну в концерне, а если в концерне хорошо. Психология. Для психологов очень много, очень много для психологов идей. Значит, в закрытом телеграм-канале они есть, но станьте, например, психологом, который уговаривает людей остаться в Ижевске, а никуда не уезжать. Так. Что в итоге с Авророй? В Авроре пиарался Газпром. Так. Реализация объектов первичного рынка недвижимости на австройке сказал. Как приблизиться к такому же уровню генерированной идее? Тренировки. Просто тренировки и все. Просто больше креативить. Каждый день. Я сейчас каждый день взял за правило писать минимум пять идей. И публиковать их в открытом телеграм-канале. Вот. Так что посмотрите, как креативить идеи. Я их... А, во, во, во. Точно. Анфиса. Спасибо большое. Видеопродакшн. Возьмите ответственность за то, что это вы обрисовали медведя Т-34. И будет круто. 3D-модель. Как и пануть. Сделайте в 3D-модели этого... Какую-нибудь знаменитость. Пусть это будет Ким Кардашьян. Ким Кардашьян. Ким Кардашьян с тремя попами. Есть объекты, собственно, недвижимости. Пять штук. Ну, сделайте так, что это как будто бы религиозные. Новая религиозная секта. Работа в газете СМИ. Для СМИ очень много идей. Для СМИ... Знаете как? Вот у вас ямы. Я тут видел ямы всякие в городе есть. Отметьте день рождения ямы. И, как бы, газета пусть это отметьте день рождения ямы. И будет... И вы первые напечатаете. И вообще будет прям двойной взрыв. Цветочки несете. Тортик. Шарики. Типа сегодня день рождения ямы празднуем. И яму починете. И бомбанете. Крафтовый хлеб. Вам все хорошо? Да. Все хорошо. Спасибо. Да нет пока. Все прекрасно. Спасибо. Это вот... Место называется... Мускат. 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 Хорошее место, в принципе. Кстати, друзья, куда сходить... Куда сходить сейчас можно, если я нигде не был особо. Так. По поводу крафтового хлеба. А, знаете, как сделать? Крафтовый хлеб. Не продаем Герману Стерлигову. То есть Герману Стерлигову вход запрещен. Вот так вот можно сделать табличку. Оценка сервиса. Непонятно, что за оценка сервиса. Тайный покупатель, что ли, имеется в виду? Друзья, куда сходить? Куда сходить... Пивные рестораны есть в Иржевске интересные? Интересно. Есть что-нибудь такое. Ну что ж, друзья, я сейчас буду искать барчик. Пропущу по кружечке и в отельчик. Можно еще идеи для 3D. Друзья, сделайте девушку с 5 грудями, например. Юпитер 5. Это так называется, да? Отлично. Так. Ну что ж, друзья. В принципе, я заканчиваю. Условия для вас действуют. То есть, как бы, покупаете книжку, шлете в директ чек, и вас подключают к закрытому телеграм-каналу. Вот. Давайте я сейчас еще чайку выпью и выслушаю 3 последних вопроса. У нас 20 человек, ешкин ты кот. А, в хайп-марафон заходите. Заходите в хайп-марафон. Вот чего. Сейчас я ссылку сброшу в хайп-марафон. И, пожалуйста, туда залетайте. Там уже куча заданий. Хотите в хайп-марафон? Кто хочет в хайп-марафон, полайкайте эфирчик. И книжку заказали. Вы умница. Сейчас делаю вход для хайп-марафона. Залетайте. Открытый телеграм-канал называется так же, как и инстаграм. Пэйр-масленников. Бывает, что вы хотите все изменить в жизни. Я начал в жизни все менять два года назад. Вот сейчас наслаждаюсь этим делом. Прежде всего в моей жизни появилась дисциплина и четкий график. И магические психологи. Спасибо большое за ваши лайки, друзья. Я пока тут. А что у вас? Назар, Галина, Ларина. Чего я пропустил-то? Ну-ка, давайте-ка. Напомните мне еще разочек. Напомните еще разочек. Если вам не трудно. Назар, Галина, Ларина. А, бухучит экономика и обучение. Обучите бухгалтеров в самообороне. Или бегу от налоговой. Это будет очень интересно. Кстати, по биатлону можете соревнования для бухгалтеров. Чисто дело, чтобы быстро бегали. Ой, Кать, какие люди. Какие люди. Да, пожаловали. Какая красотища. А я Ужевский. Вот это вот. Ижевск. Добро пожаловать. Добро пожаловать в реальный мир. Помогите, пожалуйста, детям приобрести дрова. Ну давай, с чем смогу. Пришлите карточку. Номер карточки. Так. Как ипануть парфюмеру. 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 Дрова. Директ напишите. Номер карточки. Парфюмер. 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 ешь, и ты ешь, короче, ну, вот все говнище, которое он съел. Вот мне вот так сказали, что, типа, медвежатину не жри ни в коем случае. Где-то я такое слышал. Вот. А для бухгалтеров бег. Блин, Ижевск, кстати, хайповый город. Капец. Тут Децл сымитировал смерть. Тут дохренишь, что произошло вообще. Это очень прям веселый городочек. Так что это блин, вам повезло, что вы тут живете. Ну, улицы улицы серые, а небо над вами очень чистое. Ну, я напишу свои пять впечатлений. Ну, что ж, буду собираться. Даже елочка вон. А можете посчитать? Девушка, а можете посчитать? По карточке? Почитайте по карточке, пожалуйста, еще. Это на счет заведения вам подарок не надо. Да, вы что? Счастья чего? У нас я должна подчеркнуть. Ну, ладно. Я вам чивы тогда оставлю. Спасибо большое. За счет заведения бы сделали подарок. Вот это да. Вот это, я понимаю, сервис. Так. Как сделать так, чтобы у меня предприниматели может купить UDS? Слушай, я сделаю татуировку UDS. Вот эту татуировку уеду. Длин, не хочу с вами прощаться, конечно, друзья. Но вы держитесь. Когда я еще приеду в UDS, когда пригласят? Вот я был в Челябинске, выступил там фактически бесплатно. Ну, потом там консультацию, да, у меня купили. Вот теперь я поеду платно. Гонорар там 100 тысяч. Ну, в этом месте, в декабре я там буду. Поэтому, 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 все, как бы, бесплатный сыр закончился. Теперь присылайте, теперь зовите так. Так, хлебница. Хлебница, хлебница, хлебница. Хлебница. Герман Стергель, уход запрещен, это мы уже посоветовали. Хлебница. Это вы те самые хлебницы, вы везде, которые есть. Так, Комарова Евгения Сергеевна, в директ, пожалуйста. О, все, молодец. А вы из... Как вы вообще здесь оказались-то? Как вы оказались в прямом эфире-то? Вы из Ижевска? Или каким макаром-то вы тут-то, кстати? Поделитесь, пожалуйста. Интересно. Так, Сесь, Пекарец, Хлебница. О, вы крутые, вообще, блин. Мне у вас уже хочется закрыто телеграм-канал добавить, просто так. Пишите, короче. Кстати, классная идея. Надо сделать пост, чтобы все крутые пиарщики добавились в телеграм-канал бесплатно. Если вы, например, входите в топ-франшизы, топ-100 франшиз России, пишите мне в директ. Я вас добавлю в это самое бесплатно закрытый телеграм-канал. Вы мне интересны как клиенты. Так, Ижевск, 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 Родина Хлебница. Четко, четко. Молодцы. Классно создали. Молодуха. Так, Хлебница. Вы сейчас на хайпе. Хлебница ведь немного. Пусть вас атакуют, пусть вас атакуют эти, как там, анорексички, анорексички. Типа того, что они у вас жиреют. Вы их, типа, соблазняетесь жиреем, ну, как бы, ну, не жиреем. Короче, нормальная девушка, нормальная. С виду классная, подтянутая. Приходит к вам, говорит, я растолстел. Все такие на нее смотрят. Чего? Она такая, да блин, я вообще жирная. Все такие, да ладно, нормально. Ты че, поразуй глаза. Она такие, да блин, я была вообще худющая. Вот фото. А здесь, короче, растолстел, она Хлебница. Все, короче, я ее, это, засужу. Во. Пизда-то будет, короче. Так. Да, 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 да. Прямо идея, реально. А девушка просто, она будет нормальная. Вот. Фоточки мы на фотошопеем там, что она была, анорексией болела. Типа. Вот. Так, что еще? Ну, провокационные можете что-то сделать. Типа булки, знаете, булки, ну, булки, как попы. Там в стиле что-нибудь там Ким Кардашьян, что-нибудь такое. Что-нибудь такое вот надо как-то сюда подумать еще. Булочки, может быть, в форме женских грузей или в форме членов. Ну, это как бы, пускай, знаете, вы знаете, как будет, типа, темная хлебница, например, ночная хлебница, тестовый режим. Типа там будут работать, вот только такие товары продавать. В тестовом режиме один день поработайте, хоть на 1 апреля, но слуху будет мощно. Скажите, типа, вход только для взрослых. Хлебница 21 плюс или хлебница 18 плюс. Настроение отлично. А ты же из Ижевска, да, по-моему, ты мне писал из Ижевска. Так, любишь Хим Кали? Люблю, да. Давай, давай, пиши, конечно. Уважаю предпринимателей, которые федеральные бренды сдают из региона. Кстати, да, это уже надо коллаборации придумывать. Там, может, с морсами вы что-то придумываете. Или там с кофе. Можно, знаете, как сделать? Новый, ну, новый какой-то вот принцип потребления булочек нужен. Как я испанусь на картинах? Бези-борда. Что такое бези-борда, я не знаю. На картинах, которые висят, на картине могу посоветовать. Агентство по разнообразной бизнес-мероприятии, как про пять, писал в закрытом телеграм-канале идею форум таксистов делать. Фак-ап маркетинговое шоу. Когда куча таксистов собирается, рассказали, как они просрали свой бизнес. А, морсы свои. Ну, хорошо, хорошо. Меня просто познакомил с Ивановым, с морсами. Что-то я им просто советовал такое. Бези-борд. Поясните, что такое бези-борд? Бизнес-борд? Бизнес-борд? Не знаю. Бези-борд, я такого не знаю даже. Ну что ж, буду прощаться, друзья. Спасибо большое за эфир. Сейчас в чат заброшу ватсапа вход на хайп-марафон. Покупайте книжку, получайте доступ к телеграм-каналу. Только на лабиринте и только в этом самом печатном виде. Хлеб нельзя на пол кидать. Что, не учили в Советском Союзе? Так. Все, друзья. Будьте здоровы. Адьес. До новых встреч. Завтра выступаю в Get's Be Family вечером в Москве. И днем выступаю на Синджи-форуме. Кстати, Ежевск. Ноги в руки и вперед в Москву на бомбизнес.рф. 11 декабря в ВТБ-арену. Ноги в руки и полетели на бизнес-форум бесплатно. Оскар Хартман, Ирина Хакамада. Блин, Евгений Черняк, по-моему, будет. Блин. Там, короче, вообще... Да, кстати, я тоже хотел 24.00. Но вот как-то мне помощница сделала 23.00. И я уже как раз готов. Потому что, да, пересмотрите эфир. Про пряники я там рассказывал. Вот. Так что все будет зашибись, друзья. Давайте. Почему так рано? Хороший вопрос. Хороший вопрос. Потому что так захотелось. У нас разница во времени, понимаете? А еще в Краснодаре тоже, по-моему, разница во времени. Не знаю. Просто пересмотрите. Все, друзья. Пол одиннадцатого. Чао-какао. Чао.